Добрый вечер, господа. У микрофона Юрия Прайенко. Начинаем наше интерактивное вечернее шоу «Реальное время». Напомню, средства коммуникации. Многоканальный телефон 6510996, код Москвы 495 для ваших звонков. Наш портал в интернете finam.fm для ваших писем. Соответственно, там же идет прямая веб-трансляция. И вот, собственно, вы сейчас видите, как зашел мой гость. Это Борис Немцов, один из сопредседателей партии РПР «Парнас». Борис, надевайте. Сейчас Борис Ефимович наденет гарнитуру, и мы начнем наш разговор. Разговор, я думаю, будет непростой, потому как и тема заявленная, да и гость мой сегодняшний. Мы всегда предельно откровенно с ним общаемся, поэтому пользуйтесь всеми средствами коммуникации. Телефон, сайт, я подключил и свой личный аккаунт в Твиттере, так что все средства связи к вашим услугам. Борис Ефимович, первый вопрос, значит, вот у меня есть категория лидеров оппозиции, которые не просто были во власти, да, а серьезно знают, что это такое. По-серьезному, не по-детски, и играли не в песочнице, а управляли страной. Вы были губернатором, вы были вице-премьером, вы были министром, в общем-то у вас, вы были руководителем фракции в Государственной Думе. Я хочу вот понять один такой момент. 1 октября господин Путин будет принимать решение по предложению Минтруда в части накопительной пенсии. То, что вот многих волнует, как мне представляется, я надеюсь, да, цена вопроса 1 триллион 300 миллиардов рублей. Минтруд предлагает эти деньги увезти из накопительной части и отправить их в консолидированную. То есть вновь вернуться к тому доброму Сабесу, который, понятно, всем экономистам не сможет работать в нынешней России, но на определенный этап времени заткнет дыру ПФРовского бюджета, да. То есть я этот вопрос хочу адресовать именно Борису Немцову, не Жене Чериковой, не Алексею Навальному, не Илье Яшину, при всем моем уважении, а к человеку, который знает, что такое управление и серьезными процессами занимался. Почему оппозиция сейчас эти вопросы не ставит? Вот я, кроме Кудрина, да, его статьи на прошлом деле в «Видомостях», где он, в общем-то, знаете, благим матом кроет в буквальном смысле эту инициативу, предложенную чиновниками, все остальные как-то в сторонке, занимаются своими делами. Может, я ошибаюсь, Борис Федорович? Да нет, Юрий, вы абсолютно не ошибаетесь. То, что может произойти, то есть отмена накопительной пенсии, является грабежом миллионов граждан. Дело в том, что накопительная пенсия – это частная собственность, я подчеркиваю, людей, которые, откладывая от своей зарплаты, пытаются накопить себе на пенсию с помощью вот этой накопительной системы. А Путин собирается экспроприировать, то есть ограбить десятки миллионов людей на сумму 40 миллиардов долларов США. Вот вы правильно назвали цифру, там где-то 1 триллион 300 миллиардов. Самое невероятное, что это не решит ни одной проблемы. Но дело в том, что пенсионный фонд у нас хронически банкрот. Если бы не дотаться из бюджета… Нет, нет, все нормально. Прямые трансферты, я согласен. Если бы не дотаться из бюджета, лобовые, то наши пенсионеры уже давно бы остались без пенсии. Вот этот триллион 300 миллиардов, конечно, большие деньги, но, тем не менее, проблему пенсионной системы, ее сбалансированности, покрытие дефицита не решат. Потому что ежегодно наш бюджет датирует пенсии на сумму где-то 3 триллиона рублей. 3 триллиона рублей. Таким образом, я вообще не понимаю, что это такое, что они хотят добиться. Мне понятна причина провала такого бюджетного. Дело в том, что в систему приоритетов Путина социальные вопросы не входят. Если вы посмотрите на бюджетные проектировки до 2015 года, то нагло совершенно он предлагает сокращать расходы на образование и здравоохранение. Но на пенсии он сократить не может, потому что, во-первых, это его избиратели, пенсионеры – это люди, которые не сидят в интернете, которые смотрят путинское телевидение. А во-вторых, потому что действительно начнется тогда бунт, бунт пенсионеров. Помните, когда были монетизации, отменяли, перекрывали Ленинградский проспект, и по всей стране были волнения. Вот поэтому он, конечно, этот дефицит будет закрывать, но одновременно его базовый приоритет – это военные расходы. Он собирается потратить 20 триллионов просто космические деньги на армию, причем, на мой взгляд, крайне неэффективно, потому что коэффициент разворовывания военных денег в силу их закрытости, в силу развала военно-промышленного комплекса, очень высокий, а закупочные цены на оружие уже выше мировых, поэтому они сейчас стали зарубежное оружие покупать, собственно. У него просто приоритеты такие в жизни. Ему наплевать на здоровье, образование, инвалидность людей и так далее. Гораздо легче просто отнять и поделить. Это, кстати, Путина с Лимоновым объединяет. Знаете, отнять и поделить – это ровно тот принцип, который предлагает правительство сейчас реализовать в части наших с вами накоплений. Почему оппозиция молчит? Я об этом говорю постоянно. Дело в том, что вопросы, вот серьезное обсуждение пенсионных проблем – это непростое дело, оно требует достаточно профессионального подхода. Вот. Гораздо проще обсуждать проблему там воровства наших городсов на выборах, неправосудные приговоры, политические репрессии. Это настолько вопиюще, настолько все это зримо, что здесь никакой специальной подготовки не надо. Что касается пенсионной системы страны, это такой сложный, очень инерционный процесс, связанный с демографией, связанный, например, с тем, что у нас сокращается население. У нас по-прежнему, несмотря на то, что они кричат, что у них рождаемость растет, у нас по-прежнему вымирает Россия. Вот. И число работающих неуклонно сокращается, а число людей, достигших пенсионного возраста, неуклонно растет. Таким образом, вот так называемый коэффициент замещения, то есть это размер средней пенсии к среднему размеру заработной платы на уровне 40%, так как принято по европейским стандартам, его удержать в ближайшие годы не удастся. Мы, особенно поколения 40-летних, обречены получать нищенскую пенсию. Просто обречены. Меня это не устраивает, Борис Семенович. Меня это не устраивает, как и... Не устраивает? Я предлагаю вам... Я предлагаю вам 15 сентября выступить на нашем митинге. И ровно это и сказать. Я сделаю все, чтобы вам дали слово. Меня это тоже не устраивает. Я как раз считаю, что социально-экономические требования должны стать базовыми требованиями протестного движения. Я думаю, что требования политические, они абсолютно правильные. Необходимость политической реформы, необходимость проведения честных выборов, прекращения репрессий, они правильные, но они сейчас явно недостаточны. Вы абсолютно правы, что требовать прекратить разворовывать пенсионные деньги, требования прекратить разваливать образование и здравоохранение должны стать ключевыми. Более того, как член оргкомитета по подготовке акции 15-го, я настаивал на том, чтобы был вот этот... Прикладная тематика. Не, вот конкретная тематика. Прекратить банкротство пенсионного фонда, остановить банкротство. И остановить грабеж образования и здравоохранения. Я вам приведу несколько цифр в целом по итогам социальной политики. Первое цифр. За годы правления Путина в нашей стране сократилось количество школ на 20 тысяч штук. А второе... Кстати, вот в этом докладе «Жизнь Робана Галерах» на второй странице доклада, откройте, он у вас есть, приведены фантастические графики итогов социальной политики Путина. То есть школы было 70 тысяч, стало школ 50 тысяч. Вы видите, да, синее вот это? Да, да, да. Количество учителей сократилось на 700 тысяч человек. Был 1 миллион 800 тысяч, стало 1 миллион 100 тысяч, да? Видите, да? Вот это красное. Учителя это красное. Смотрим, что в здравоохранении. Ну, вы знаете, у нас продолжительность жизни гораздо ниже, чем у всех европейских стран. Тем не менее, под чутким руководством Путина число больниц в нашей стране сократилось ровно в два раза. Было около 13 тысяч, стало 6,5 тысяч. 6,5 тысяч больниц закрылось. И катастрофическая ситуация с поликлиниками. Количество поликлиник сократилось на 6 тысяч с 22 до 16. Даже там, ну, где-то 15 тысяч штук, да? У человека просто другие приоритеты. Он финансирует человеческий потенциал, наша с вами жизнь, наша с вами образование, наша с вами старость, по остаточному принципу. На первом месте спецслужбы, которые, ну, собственно, выполняют задачу защиты власти. На втором месте, собственно, Министерство обороны, чтобы, не дай бог, американские супостаты не захватили суверенную демократию. Вот. Дальше это финансирование себя любимого, собственно, об этом доклад о жизни Робана Калерах. Он на себя тратит столько же, сколько Нижегородская область имеет бюджетность. Население Нижегородской области 3 миллиона 300 тысяч человек. Вот один человек и вся его челядь, 85 миллиардов на себя любимых денег тратит в год, да? На содержание вот этих 20 дворцов, на содержание четырех яхт, на содержание там самолетов в количестве 43 штуки. Кстати, его реакция на доклад фантастическая. Ну, там, то, что Песков сказал, вы слышали? Подождите, подождите. Но главное не эта реакция. Главное то, что они сказали еще 4 самолета. Вот об этом сразу после краткого выпуска новостей. Здесь в реальном времени Борис Немцов. 19 часов 17 минут. Реальное время. Борис Немцов сегодня отвечает на мои ваши вопросы. Власти, общество, кто, кого и на что содержит. 65 10 99 6, код Москвы 495, многоканальный телефон, финам.фм. Наш портал в интернете для писем там же. Идет и прямая веб-трансляция. Пишите в Твиттер. Юра, одно, может, замечание я хотел сказать в отношении людей, которым сейчас там 35-40, и которым на пенсию выходить через 20-25 лет, да? Да, значит, вот расчеты, элементарные расчеты показывают, что если сейчас вот Путин отменит накопительную пенсию, то молодые, молодые относительно люди, люди среднего возраста выйдут на пенсию и будут получать ее в нищенском размере, а именно в размере 15-20% от зарплаты. Об этом мы говорили с Михаилом Дмитриевым в минувшую пенсию. Да, 15-20% от зарплаты. Причем 20 это максимум. Да, 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 15-20% от зарплаты. То есть людям надо... Сейчас, кстати, вы знаете, вот мой водитель, да, который слушает все время эту историю, и он умный парень, вот, он мне говорит, а может быть мне начать, поскольку они все ликвидируют, они государственные пенсионные фонды закрывают, и все накопительные закрывают, может мне начать самому откладывать? И мы с ним обсуждали, как лучше это сделать, ну, там, откладывать, например, там, на депозит в банке, на свой личный, ну, чтобы хоть какие-то проценты были, чтобы хоть как-то от инфляции сберечься. Вот, и мы с ним рассчитывали, сколько надо откладывать самому, наплевав уже на это вот кровожадное государство, с тем, чтобы все-таки на пенсию выйти и, в общем, хоть как-то жить, да. Должен сказать, что, скорее всего, этим все и кончится. Вы знаете, мне что эта история напоминает? Она напоминает мне история со здравоохранением ситуацию. Она у нас формально бесплатная, фактически безумно дорогая. Вот, когда у меня были обыски, у меня мой секретарь получил инфаркт обширный. Инфаркт, ну, потому что на нее набросились полицейские, ее там мучили потом до утра. В итоге она уже пожилая женщина получила инфаркт. Вот. Она попала в обычную клинику. Ей нужно было делать срочную операцию. Значит, операция обошлась в 200 тысяч рублей. То есть не стали бы делать операцию, если бы не заплатили деньги. Естественно, ради спасения жизни человека, там, я деньги нашел, это понятно. Но, во-первых, не каждый может их найти. А, во-вторых, совершенно очевидно, что теперь спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это касается и здравоохранения, это касается во многом уже и образования, включая среднее образование. И это будет касаться, по всей видимости, пенсии. Разваливая вот то, что Путин сейчас делает, его бригада, он разваливает эту систему. Так же, как развалена система образования среднего, так же, как развалена нормальная система здравоохранения. Это означает, что люди сами будут вынуждены себе обеспечивать старость. Либо их дети должны содержать, либо вот сейчас наиболее продвинутые должны думать, как они будут открывать длинные депозиты, и как на эти депозиты будут класть деньги. Есть еще один способ разобраться с этой властью и выкинуть ее на свалку. Этим-то мы и занимаемся. Почему я считаю, что вот оппозиция глобально действует, как ни странно, рационально? Потому что... У меня возникли сомнения. Я откровенно об этом объясню. Потому что понятно, что при этом человеке, с его наклонностями по пожизненному правлению, с его там сверхмнительностью, подозрительностью и ставкой на штыки, на силовиков, он никогда в жизни социальными вопросами заниматься не будет. Единственный шанс все-таки ситуацию изменить и сделать наш бюджет социально ориентированным, это этого человека отправить из Кремля и избрать, наконец, во-первых, более гуманного человека, во-вторых, более адекватного человека. Но у меня возникает... Так что это не так... Такой рациональный вопрос, Борис Васильевич. Еще раз подчеркну, вы не просто политик. Вы политик, который знает всю эту кухню от начала до конца. У вас гигантский жизненный политический опыт. Он не понимает, точнее не он, а вот те, кто ему предлагают это решение, да, что это окончательный удар по доверию к российскому государству. То есть люди, которые поверили, а их два десятка миллионов, а один триллион триста миллиардов это суммы на их личных счетах, без аккумуляции НПФов и УК, которые уже так же заработали и работают в этом направлении. Нет этого осознания? То есть, ребят, вы вообще что творите? Это же концептуальный вопрос. Юра, у меня... По отношению к собственному... Доверие по отношению к собственному государству. Ну, во-первых, давай по-честному. В это государство никто не верит. Если бы верили в это государство, то тогда относились бы с уважением к суду, относились бы с уважением к полиции, да, не боялись бы отсылать своих сыновей и служить вооруженные силы. Государству этому никто не верит. Но 20 миллионов поверили в пенсионную вот эту реформу. Секунду, дальше. Вот это никто не мог поверить, что они примут абсолютно большевистский, абсолютно хамский, абсолютно экспроприирующий такой механизм, да, воровства частных денег 20 миллионов граждан. Никто в это поверит не мог. Вот, я могу сказать, что... Я даже до сих пор еще не верю и надеюсь, что Путин не примет это решение. Нет, я могу сказать... Это, кстати, будет зависеть в том числе от того, сколько народу выйдет 15 сентября и наисколько четко и ясно будут заявлены вот эти социальные требования. Поясню для слушателей. Президент принимает решение окончательно 1 октября. То есть, этому предшествует вот мероприятие, о котором говорили... Да, если да, если да, если марш миллионов и митинг будет носить именно такой характер отстаньте, не трогайте святые деньги пенсионные, вы просто не трогайте святые пенсионные деньги. Это не ваше собачье дело вообще влезать в карман 20 миллионам людей. Вот если ровно такие слова будут произнесены с митинга, если мне дадут слово, я обязательно это скажу. И, кстати, я действительно считаю, что можно там и вам выступить. Вот. И если об этом действительно будут активно говорить, не только на Финам ФМ, а вообще, то будет, конечно, очень и очень хорошо. Но я еще раз говорю, эта тема, она... Тут еще, знаешь, есть какой психологический момент. Очень многие люди, вот которым 35 лет, 40 лет, это те, которые и адекватно относятся к режиму, особенно в Москве, да, которые составляли большинство на Болотной площади, на Захарова, они все-таки, мы... Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Мы все думаем, что может... Но 1 октября, Борис Михайлович, уже будет поздно кулаками махать. Правильно. Президент примет решение. Правильно. Я просто говорю, почему народ так пассивно себя ведет. Вот когда повышают тарифы на коммунальные услуги, надо сегодня уже платить, тогда это возмущает. Когда отменяются там льготы какие-то, тогда это тоже возмущает. Когда кого-то увольняют с работы, закрывают предприятия, как у Дерипаски, там, алюминиевые заводы на Урале, ну, тоже это возмущает. Потому что это акт непрерывного, такого мгновенного действия. Да, может, кто не знает и слушает ли, там голодовки идут, и очень серьезные акции протеста, я имею в виду уральские предприятия. Да, 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 да. Вот. Это все понятно. Это вот просто сегодня произошло. А здесь накопления, которыми ты сегодня не можешь воспользоваться, да, вот. И эти накопления, может быть, еще потом кто-то вернет, и народ на что-то на авось надеется, думает, что это само рассосется и так далее. Ничего не рассосется. Мы имеем дело с живодерской властью, которая наплевать на нас с вами. Вот и все. Поэтому я еще раз, не в качестве агитации, а считаю, что тематика социальная, тематика защиты наших пенсионных прав, эта тематика действительно, я с вами на 100% согласен, должна стать во главу угла наших протестных действий. Сегодня появилась информация о том, что ВЭП, государственная корпорация, так называемая госкорпорация развития, предлагает направить пенсионные деньги, держитесь, Борис Ефимович, на инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке. Кто за развитие Дальнего Востока? Все за. Я против того, чтобы это делала госкорпорация. Меня достали эти товарищи и господа. Слушайте, нас за лохов держат, нас за кого держат. Я вот теперь вопрос бывшему вице-премьеру, политику, реальному политику. что означает, на ваш взгляд, Борис Ефимович Немцов, вторжение ВЭБа, который, кстати, деньги там Молчанов находятся, просто я напомню всем, те, кто остался с государственной... Находятся деньги Молчанов, которые, кстати, очень плохо управляются, по ним очень низкая доходность, эти деньги из-за инфляции на самом деле тают. И вот, предложение Дальнего Востока, вот ваш комментарий. Ну, мой комментарий следующий. Вот сейчас состоялся саммит АТЭС, который обошелся нам с вами в более чем 600 миллиардов рублей. Таких саммитов не было никогда в мире, нигде в мире. Никогда и нигде в мире. Вот. При этом жители Владивостока лучше жить не стали, ничего там в инфраструктурном плане в лучшую сторону не изменилось. Необитаемый остров Русский, куда построили мост за 2 миллиарда долларов, вот этот остров тоже временно был живой, сейчас явно там ничего происходить не будет. Я думаю, что деньги, которые отдается жуликам и ворам, будут истрачены жуликами и ворами в свою пользу. Вот. Никакого развития Дальнего Востока не будет, а грабеж этих денег произойдет. Есть еще другой пример. На Олимпиаду в Сочи, в мой родной город, он собирается истратить, и уже практически все истратил деньги, где-то 1 миллиард, 1 триллион 300 миллиардов рублей. То есть, ровно столько, сколько вот накоплено пенсионных средств. Я раньше сравнивал с Ванкуверской Олимпиадой, там, в 20 раз дороже, чем в Ванкувере, в 20 раз, чем в Лилихаммере, в 20 раз, чем в Турине, а потом я сосчитал другое. Эта Олимпиада дороже, чем все зимние Олимпиады в истории человечества вместе взятые. Да, все зимние Олимпиады в истории человечества вместе взятые дешевле, чем Олимпиады в городе Сочи. Понимаете, этим жуликам ничего в руки давать нельзя. Чем мне еще нравится накопительность системы? Нравилось. Она мне нравилась тем, что, ну, это частная собственность, это деньги граждан, жулики не имеют возможности за эти деньги хвататься. Раз в год я определяю, где они, кем управляются. Да, ты сам определяешь, либо ты, как молчун, в самое плохое место положил, то есть во внешнегазновом банк, либо ты выбираешь институт, который тебе кажется более там приемлемым и где лучше управлять с деньги. Вот. Ну, что вы хотите? Им ничего нельзя давать в руки, они все украдут. Вот вся моя позиция. А вы не думаете, что основная масса людей, в общем-то, настроена патерналистски по этой тематике? Они настроены... Я периодически вот зачитываю, там, читаю у себя в блоге комментарии, да, слушаю звонки, письма, да, у меня волосы дыбом стоят. То есть у меня в меньшей степени даже претензии к власти и в большей степени к людям, которые говорят, ну, ну правы оказались те, кто остался молчаном. Вот он на государство показывает свое. Или там, верни, последний фейер. Подождите, подождите, у молчанов-то тоже деньги отбирают. Я что-то не понимаю, чего они радуются-то. У молчанов... Ну, типа мы задницу не поднимали, ну, оказались на том же месте. Отбирают деньги у всех. Начнем с этого. Вот у всех, кто родился после там 1966 года и те, которые имели накопительную возможность откладывать деньги, у них у всех отбирают деньги. У всех. Вот молчун-то, не молчун. Единственное, может быть, злорадство, что ты там бегал и искал, в какой фонд положить, а я никуда не бегал, зная, что все равно... Да, оказались все в одном месте. Да, все равно они украдут. Но вообще-то и те, которые злорадствуют, должны знать, у них тоже деньги отбирают. Так без иллюзий. Вот я считаю, что мощный протест это единственное, что может остановить. Потому что Дмитриев, он толковый парень, Кудрин очень толковый парень. Они все реально грамотные люди, разбираются в финансах, понимают, что такое вообще доверие государству, то, что правильно сказал. Их никто не слушает. На самом деле, этот человек... Да, Михаил Дмитриев так и сказал, Борис Псюмич, о том, что он разговаривал и с Медведем, разговаривал с Путиным. У них нету понимания опасности, вот складывающаяся ситуация. у них... Они понимают только язык улицы. Они ничего вообще на свете больше не понимают. Они боятся только народной улицы. Это эмпирический факт. Возвание Кудрина через ведомости это все бесполезно. Да нет, Кудрин... Он ему позвонит, скажет, заткнись, и он заткнется. Дмитриев более такой независимый человек, но тоже, в конце концов, его заведение финансируется за счет бюджета. Поэтому совершенно очевидно, что эти люди, да, обладают и смелостью, и патриотизмом, чтобы об этом говорить, но на них есть рычаги воздействия. А вот на народ, который выходит на улицу, рычагов воздействия нет. Ну, кроме там дубинок полицейских и так далее, там автозаков и прочее, прочее. Вот поэтому 15 число это важный очень момент. Поговорим о 15 сентября более подробно после краткого выпуска новостей свои письма Борису Немцову на финам.фм. Там же идет прямая веб-трансляция. Часов 31 минута, реальное время финам.фм. Здесь Борис Немцов, 65 10 99 6, код Москвы 495, многоканальный телефон финам.фм. Портал в интернете для писем. Там же идет прямая веб-трансляция. Мой личный аккаунт в Твиттере также можете использовать для ваших писем. Борис Фимович, так вот, по 15 сентября хочу услышать предметный ответ. Я официально говорю, что в отличие от всех предыдущих протестных акций, начиная с 5 декабря прошлого года и заканчивая 12 июня, где был принят манифест свободной России, у нас наряду с политическими лозунгами появится первый лозунг социально-экономического характера. Значит, политический лозунг, официально утвержденный оргкомитетом, за новые выборы президента и парламента, против политических репрессий, социально-экономический лозунг это остановить банкротство пенсионной системы, прекратить развал образования и здравоохранения. Это официально утвержденная оргкомитетом позиция, еще до передачи на финал вместе с Пранько, я хочу сказать. Это наше общее решение, за которое выступили и мы, либералы, и левые, и удальцов там сидел, и навальные, и все-все-все, и гражданские активисты. Вот такая история. Это у нас будет твердо и ясно заявлено. То есть, мои сомнения о том, что оппозиция занимается всякой всячиной, кроме серьезных тем, она беспочвенная? Нет, я могу сказать, непросто было убедить коллег, непросто было убедить коллег в важности вот этих решений социальных проблем и новой нашей протестной социально-экономической активности. Непросто. Дело в том, что мы в плену стереотипов, поскольку сидят левые, которые выступают там за государственную собственность, за национализацию, за уравниловку и так далее, и так далее, либералы, которые сторонники рыночной экономики, частной собственности и так далее, и тому подобное, то мы как-то пытаясь сохранить единство, старались все эти социально-экономические вопросы в стороне держать. Сейчас я понял, я понял, что это абсолютно неправильно. Есть вещи, которые нас объединяют. Я вам даже больше скажу, я им сказал, ребята, конечно, совковая система здравоохранения никуда не годится, нам надо будет делать страховую медицину европейского типа, но вот, что в Советском Союзе было правильным, было правильно среднее образование, оно было бесплатным, и оно было, кстати, на очень высоком уровне, даже в сравнении с ведущими странами мира, и вот от Советской системы, систему подготовки учителей и среднее образование нам как раз нужно сохранить. Вот, что касается медицин, то, конечно, нужно делать ее страховой, это ясно. Что касается пенсий, то, еще раз, безумная идея Минтруда, там, видимо, там, в глубине души, поддержанной Путиным и Медведевым, да, безумная идея приведет к обнищанию нынешнего поколения 30-40-летних. Поэтому, если мы не хотим вот эту нашу старость влачить в таком существовании на паперте, да, то тогда будьте добры, выходите и протестуйте. Пусть Дмитрий входит к Путину с Медведевым, пусть Кудрин входит к Путину с Медведевым, все это бессмысленные занятия, на мой взгляд, а вот... То есть вы убеждены в том, что экспертно в дискуссии не убедить... Нет. Не убедить. Нет. Они люди, мыслящие, я имею в виду Путина, очень тактические со сложившейся системой приоритетов. Сложившаяся система приоритетов это военное полицейское государство, это защита бюрократии. Ну, смотрите, вот пенсии. Ведь они знают, что будут снижаться пенсии. Что они делают? Они говорят, вот эта реформа, которую они затеяли, пенсионная, уравнительная, она коснется всех, кроме госслужащих. Это правда. Они открытым текстом это говорят. И представители силового ведомства. Да, госслужащие, и плюс силовики и так далее. То есть, себя любимых, они оградили от обнищения. У них будут нормальные пенсии, они будут привязаны к их зарплате за последние пять лет перед там выходом на пенсию. Если это какой-то генерал, а сейчас у генералов приличная зарплата, там, то у него будет пенсия где-то 70-80% от зарплаты, то есть, сейчас у него там 150-200 тысяч будет, там 100-120 тысяч. А то, что у остального народа будет пенсия, я извиняюсь, там, жалкая совершенно, жалкая, вот по нынешним меркам там будет пенсия, например, 3-5 тысяч. Но она будет 10-15% от зарплаты, понимаете? Если сейчас средняя зарплата, допустим, там, в стране 20-22 тысячи, ну, возьмите 10-15%, сосчитайте. 3 тысячи будет пенсия у этих людей. Ну, в пересчете с инфляцией, это, конечно, другая цифра, но по сегодняшним ценам это будет 3 тысячи. Вы согласны, чтобы у вас вот 30-летних, 40-летних была пенсия, в конце концов 3 тысячи рублей. Если согласны, голосуйте за Путина, сидите дома, там, вступайте в движение наше, в партию жуликов и воров, делайте, что хотите. Не согласны, Но почему такая близорукость, Борис Ефимович? Я это адресую не только к власти, но и к обычным гражданам. Почему они близоруки? Я ничего не могу понять. Вот ты натыкаешься на сопротивление, когда начинаешь объяснять, «Ребята, вот это первое, вот это второе, вот это третье». Потому что, Юра, потому что всем кажется, что это будет не скоро. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Это наше пословие. Гром уже гремит. ПФРовский бюджет по швам трещит так, что мало не покажется. Нет, вот если бы, еще раз, гром гремит, но для того, чтобы он гремел так, чтобы услышали, испугались, для этого надо, чтобы он гремел на площадях, этот гром. Не в экспертных сообществах, ни за круглым столом, ни во время трогательной беседы. Ну, хочется же как-то вот в дискуссии решать проблемы. У нас нет, у нас страна не место для дискуссии. И это не мы с вами решили. Мы-то хотели, нет, мы-то хотели, чтобы она была местом для дискуссии. Да вот эти вот чекисты сказали, что нам не надо такой страны. Значит, у нас страна другая. У нас страна, где с одной стороны народ, а с другой стороны жулики и воры, а между нами стоят цепи с ОМОНом и защищают жуликов и воров от народа. Вот, собственно, и вся наша страна, она так довольно просто сейчас устроена. Нас это не устраивает, мы с этим боремся, безусловно. Вот, с чем я согласен, что очень многие люди в оппозиции, плоть от плоти народа, тоже кажется, что эти пенсии там когда-то что-то там будут. Далеко и так далее и тому подобное. Еще, знаешь, вот есть стереотип какой. Когда люди говорят о пенсионной системе, то все время говорят о пенсионерах. Это полная чушь. Вот нынешние пенсионеры, по сравнению с пенсионерами 2030-2035 года в шоколаде в полном. Они реально в шоколаде. Им повысили пенсии, было скачкообразное повышение. Сейчас бюджет тратит огромные деньги на затыкание дыр и так далее. Мы говорим о будущем. Понимаешь, когда говорить о будущем завтра, это люди слушают. Да нет, мы и настоящим, Борис Афимович, ведь мы говорим о длинных пенсионных деньгах. Правильно. О бизнесе. Но люди, 30-летние, 40-летние будут выходить на пенсию через 20 лет. То есть для них это будущее. Я объясняю, почему люди пассивны. Почему люди не понимают угроз. Я говорю, ребята, им надо сейчас так сказать. Ребята, слушайте внимательно. Неглупых людей. Представьте себе, что вы уже пенсионер, у вас пенсия будет 3000 рублей. Точка. Вот ровно то же самое будет в 2030. Вот имейте в виду, сейчас не пойдете на улицу, будет 3000 рублей. Ничего такого подобного, Борис Афимович, будет еще хуже. Сейчас 40% от среднего зарплаты. Нет, я говорю, будет 10-15. 10-15. Так я ровно это сказал. Максимум 20. Так я ровно это и сказал. Я ровно это сказал. При средней зарплате по стране 22-23 тысячи, 15% 3000 рублей. Я ровно это и сказал. Как объяснить людям, что длинные пенсионные деньги это деньги экономического развития? Я уже, вот просто, я теряюсь. 5 лет я им объясняю. Объясните. Это деньги, которые позволят создать новые рабочие места, новые производства. Мне говорят, финансовый рынок это не реальная экономика. Вы больные на голову, хочется сказать. Финансовый рынок это же самый, что ни на есть реальный сектор экономики. Юра. Но ведь кто-то же специально запустил вот этот, я даже не знаю, как это обозначить по-русски, да, что это жулики, это спекулянты, которые сидят на финансовом рынке. Можно я объясню попроще людям? Вот смотрите. Многие покупают телевизоры, холодильники, машины, получая так называемый потребительский кредит. Этот потребительский кредит, как правило, грабительский. 20% годовой. А то и выше. Если вы хотите и дальше платить такие проценты за потребительские кредиты, то вы должны поддержать Путина и уничтожать вот эти самые пенсионные накопления. Если вы хотите, чтобы потребительские кредиты и занятие вашим малым бизнесом, когда вы берете взаймы, чтобы процент по этим кредитам был ниже, если вы хотите, например, за ипотеку, если вы покупаете жилье, платить меньше, то вы должны костьми ложиться, чтобы эти деньги сохранились. Во всем мире вот эти пенсионные накопления это источник для ипотеки, то есть для приобретения жилья, это источник для приобретения автомобилей, это источник для приобретения товаров длительного пользования, телевизора, холодильники, стиральные машины и так далее и тому подобное. Мы сейчас за это платим огромный процент. Хотите, чтобы снизился? Защищайте эту систему. Не хотите? Валите тогда. Делайте, что хотите. Вот шариковые там сидите и ждите, когда вам Путин с барского плеча даст ваши несчастные три тысячи рублей. Вот все есть. Все-таки возвращаясь к 15 сентября, я правильно вас понимаю, что оппозиция, коалиция оппозиционных сил начинает менять те требования, которые выдвигались ранее. И несмотря на сопротивление со стороны левых, если я правильно понял, вы начали уже внедрять именно экономические требования. Не, 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 левые сейчас нет. У нас, кстати, по этому поводу согласие, я бы не сказал, что у нас какие-то разночтения с левыми на эту тему, нет. У нас разные понимания, как решать эти все проблемы, образование, здравоохранение, пенсии и так далее. Вот, но то, что социально-экономические требования должны войти в повестку дня, это общая наша позиция, слава тебе, Господи. Дальше. Мы говорим следующее. Без политической реформы, без новых выборов, без отставки жоликов и воров от власти, никаких перспектив в России нет. Но этого мало. Мы считаем, что требования прекратить грабеж пенсионной системы и банкротства пенсионного фонда и остановить развал образования здравоохранения должны быть требованиями ключевыми, дополнительными и важнейшими социально-экономическими требованиями протестного движения. Вот что мы считаем. Мы не отказываемся от требований политической реформы, потому что без нее невозможно будущее у России. Мы от этого не отказываемся. Иначе это как-то выглядит очень легкомысленно. То есть поговорили, поговорили о том, что жулики и воры украли там 13 миллионов голосов на выборов парламентских и 8 миллионов на президентских и прекратили говорить. Нет, мы не прекратили. Мы просто говорим, что вот власть жуликов и воров привела к тому, что у нас обанкрочен пенсионный фонд, власть жуликов и воров привела к тому, и уничтожается высшее образование, и уничтожается доступное здравоохранение. Вот. И вы должны понимать, дорогие друзья, что если мы дальше их будем терпеть, то развал этот будет продолжен. Вот какая у нас логика. Поэтому сейчас не то, чтобы у нас новые лозунги появились, а наконец мы стали обращать внимание на те проблемы, которые ежедневно, ежечасно волнуют весь народ. Это значит, кстати, что протестное движение должно быть более массовым. Потому что тысяч в Москве это много. Но это всего 1% населения Москвы. А нам для того, чтобы изменить ситуацию, нужен миллион. Без социально-экономических требований никакого миллиона не будет. Поэтому чем более внятно и четко мы обозначим свои позиции по пенсиям, образованию, здравоохранению, тем больше будет народа. Тем быстрее мы решим главную проблему. Но вот ваши оппоненты говорят, что протестное движение выдохлось. Ой, слушайте, я этого, значит, с 5 декабря слышу. Я уже устал на эту тему отвечать. Вот они нам говорили после того, как 5 марта был митинг на Пушкинской, потом 10 на Арбате, где было народу там 20-25 тысяч. Они мне говорили, вот, все слилось и так далее и тому подобное. Потом 6 мая вышло 100, 12 июня опять вышло 100, и они перестали говорить. Теперь это просто пропагандистская машина, которая работает, чтобы 15-го, они же боятся безумно, они Гудкова выгоняют до 15-го ровно поэтому. Сейчас Лимонова провокатора запустили, чтобы он кричал, что это там буржуазные вожди там все разваливают. Это все в одну калитку на самом деле. То есть задача режима очень простая. Задача режима это расколоть протестное движение, дальше дискредитировать протестное движение и забугать лидеров протестного движения. Ровно почему? Потому что они боятся, что митинги будут массовыми. Дальше я могу сказать, протест это живое творчество людей. Это такое волнообразное явление. Ну вот у вас, например, бывает хорошее настроение с утра, бывает плохое настроение, там вы не выспали, здесь вы злые, там вы веселые. Вот я могу сказать, что протест тоже, он может, например, нарастать, потом он может ослабевать, потом опять нарастать будет. Тут очень важно не впадать в истерику, в панику и не кричать «Мане все пропало», да? Ничего подобного. Надо просто действовать нормально. Понятно, что они сейчас там маневрируют с нашими согласованием этим несчастным, придумывают какую-то чушь бесконечную. Вот, рассказали там, что Давидис был дважды осужден, или там у него какие-то были нарушения и так далее и любоподобное. Морочат всем голову, но что бы ни случилось, 15-го все равно акция состоит. Продолжим наше общение с Борисом Немцовым сразу после краткого выпуска новостей ваши письма и звонки. 19.46, здесь Борис Немцов в реальном времени на Финам.фм, сейчас исключительно только ваши звонки на 651099.6, код Москвы 495, и ваши письма на наш портал финам.фм, где идет прямая веб-трансляция. Но прежде, Борис Фимович, я хочу задать сакраментальный вопрос, который периодически слышу от части своих слушателей, от нас ничего не зависит. От нас ничего в этом государстве не зависит. Они сами все решат, они захотят, заберут у нас накопительную часть, они захотят, посчитают итоги выборов таким образом, а не так, как они реально прошли. Вот я хочу, чтобы Борис Немцов сейчас обратился к тем слушателям, которые вот так утверждают и говорят, от нас ничего в России не зависит. Знаете, это вообще мечта Путина, чтобы все так думали, как вот этот радиослушатель. Это мечта Путина. Сидите тихо, я все решу, не мешайте, не лезьте, дайте нам спокойно жить и воровать. Ну, я так скажу, нечего тогда жаловаться на тяжелую жизнь. Вот и живите тогда в хлеву, вот и получайте свои нищенские пенсии, вот и платите за, и носите там в больнице лекарства, шприцы, и давайте взятки врачам, даже если там нужно делать немедленную операцию, иначе человек умрет. Да, вот не жалуйтесь тогда. Плохо живете, вот так вам и надо. Вот собственно и все. Понимаете, те, кто так себя ведет, они ни на что рассчитывать не имеют права, потому что они ничего не сделали для того, чтобы улучшить жизнь свою и своих там друзей, приятелей и близких. Нечего жаловаться. Дальше, хотите нормально жить, тогда боритесь за это. Вот и все. Просто боритесь. Понимаете, я этих людей даже убеждать не собираюсь. Я только одно могу сказать. В нашей стране нет ни одного механизма, кроме уличного протеста, который может повлиять на власть. Его нет. К сожалению. Ну его нет. К сожалению. Его просто нет. Поэтому, если вы недовольны этой жизнью, тогда единственный шанс это выходить. Не можете выходить, боитесь выходить. Пишите в интернете. Распространяйте наши доклады про этого раба на галерах с 43-мя самолетами и 4-мя яхтами. Не можете, боитесь этого, под псевдонимом пишите в интернете все, что хотите. Делайте хоть что-нибудь. Листовки расклеивайте в рамках машины правды, которую Навальный говорит. Делайте хоть что-нибудь. Вот и все. Потому что будете сидеть сложа руки или пить пиво на кухне, ну тогда и пенсия будет соответственно 3000 рублей. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут, Аля? Добрый день. Добрый. Александр. Вот вы очень много обсуждаете, что это наши деньги и у нас их украли. Юрий, вот вопрос по существу. Эти деньги ваш работодатель и мой перечисляет государство. Причем не с вашей зарплаты, а сверх вашей зарплаты. Понимаете, вы лично ничего не перечисляете. Таким образом, эти деньги работодатель перечисляет государство. Дальше. Государство говорит, что оно тратит часть этих денег сейчас, остальное, ну якобы, это ваши деньги, вы можете там на некий персональный счет их занести. Но опять-таки, это не ваши деньги. Это деньги, которые государство перераспределяет по своему усмотрению. Дальше. От того, что вы переводите их под управление частного пенсионного фонда, эти деньги тоже не становятся вашими. Понимаете, в чем проблема? Не, можно. Когда вы говорите, что вы их украли, точнее, государство кто-то украл вас, то если бы вы лично из своей зарплаты перечислили на счет деньги, тогда бы это были ваши деньги. Ясно. В общем, проблема-то. Александр, вы извините, вы не правы. Вот смотрите, аналогия совсем другая. Это ваш личный пенсионный счет. Он носит именной характер. Вы каждый год, и даже чаще, по-моему, два раза в год, получаете выписку из этого личного пенсионного счета. Да, вы их снять не можете, но это аналог так называемого длинного депозита. Если вы приходите в банк и говорите, мне нужно открыть безотзывный депозит, то есть я не могу оттуда взять, на 30 лет, и я на этот депозит буду ежемесячно зачислять какую-то сумму, да, вот, то да, вы снять не можете в течение 30 лет эти деньги, но это ваши деньги, из этого депозита у вас никто эти деньги забрать не может. Теперь, вот считайте, что то, что они сделали, они взяли с вашего депозита, длинного депозита, который вы можете открыть только, когда вам исполнится там 60 лет, да, вот, они взяли ваши деньги с вашего депозита и украли, вот что они сделали, это в чистом виде грабеж и экспроприация, поэтому не надо говорить, что это государственные деньги, это частные деньги, частные деньги, которые вы получите, когда выйти на пенсию. Я не буду вступать в полемику, потому как у нас не так много времени, но единственное скажу, что работодатели, на которых я работаю, платят мне в белую, и с какого перепуга они, как вы говорите, Александр, вот эту часть, перечисляемую, за меня, да, они должны выплачивать вне рамок закона, то есть, приветствуются конверты, черные схемы, я почему и не понимаю государственных мужей из Минтруда, они куда экономику хотят завести, вот те белые зарплаты, которые сейчас в России есть, лохами получаются те, кто платил в белую, вы понимаете, что может произойти, но это так, это тонкости экономики, может действительно, я разговаривал с Кудрином по поводу вот этого аспекта, так называемой государственной собственности, то о чем говорил Борис Ефимович, действительно, вы не можете их взять, вот так вот взять и забрать, но, как сказал мне Кудрин, это была уступка, в том числе, идея была, не в том, чтобы государство этим управляло, чтобы вы имели право управлять, но, к сожалению, система координат в российской власти такова, что даже министру финансов в свое время пришлось лавировать, чтобы запустить вообще этот маховик, другие деятели, вот предлагают инфраструктурные проекты на Дальний Восток через ВЭП, кому мало, я не могу понять, после саммита АТЭС, мало что ли взяли? У них уже был Восточный Сибирь, Тихий океан, инфраструктурный проект с строительством нефтепровода, украли, 4 миллиарда, промышленный что-то там, Урал или Приполярный Урал, там еще что-то было. Вообще, имейте в виду, жуликам и ворам нельзя давать деньги, это аксиома, это не обсуждается, это просто аксиома, АТЭС провели, Олимпиаду проведут. Добрый вечер, вы в эфире, Здрасте, меня Иван зовут. Да. Меня, конечно, дико возмутил вброс от предыдущего телефонного оратора, я бы хотел только вот одного прокомментировать, я индивидуальный предприниматель, я плачу вот свои заработанные деньги, я ежеквартально плачу в пенсионный фонд, это мои деньги, я их сам плачу, и не надо мне говорить, что это там не мои деньги, что там это деньги государственные, это бред. Ну, конечно, бред, естественно, бред, а кто, мы это понимаем, что-то... Я говорю, это длинный депозит, вот и все, у вас украли длинные депозиты. Вот смотри... Но пока еще не украли, Борис Альфимович, я надеюсь еще на господина президента. Нет, когда накрылся Сбербанк после краха СССР, все возмущались. Это то же самое. Вот то же самое. Просто взяли и украли счета личные. Еще раз подчеркну. Может быть, господину Путину хватит ума не идти на поводу у Минтруда. По крайней мере, ну, к таким людям, как Кудрин, он же прислушивается. Послушайте, а вам не кажется, что это все, извиняюсь, разводка? Никакой Минтруда Ольга Голодец в жизни бы не могла ничего делать, если не было команды? Ну, неужели непонятно? Что вы голову морочите? Вот такая глупая Ольга Голодец сама по себе решила экспроприировать 20 миллионов счетов граждан. Только не в жизни она это не сделает. Так, дальше идем. Валерий Суфимович развеивает мои надежды просто. Геннадий пишет, Юрий, наконец-то оппозиция выдвигает социально-экономические требованиям, способные привлечь широкие массы к оппозиционному движению. Путин, уходи, уйди. Можно с помощью пропаганды легко обыграть в развал, да, то есть власть может вам предъявить этот экстремизм, там, и все остальное. Однако верните пенсии, требуем качественного здравоохранения, достойно жить старикам, это уже серьезные привлекательные лозунги. Вот это реакция на то, что действительно, может быть, не стоит уже, а наряду со старыми лозунгами, да, оставаться только в той зоне, но уже пора выдвигать... Абсолютно согласен. Не, ну мы эту всю передачу об этом говорили, я... Эта передача меня еще раз убедила, то, что эти лозунги должны быть во главе угла всех наших протестных действий. Вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер. Алло. Добрый день. Да. Михаил, Москва. У меня одно мнение будет по поводу пенсионных накоплений. Ну, у меня экономическое образование, да, я понимаю, там, он длинные деньги, плюсы пенсионной системы и так далее, но у меня много какого, которые не так честно связаны с экономикой, которые, получая выписки вот эти из Веба или из других компаний, смотрят, что у них там доходность за год была 2-3%, понимают, что инфляция у нас там 7-8%, и, в принципе, достаточно разумно говорят, что, ну, смысл мне вообще за них бороться, да, даже если это все останется, через 30 лет, когда я выйду на пенсию, это все равно будут копейки. Вот. Поэтому, мне кажется, такая позиция. И вопрос такой, вот, действительно, там, предыдущий письмо за честность, хорошо, что социально-экономические лозунги начали выдвигаться. У меня такой вопрос, какие, на ваш взгляд, еще вот темы, которые могут объединить оппозицию с учетом наличия в ней, да, там противоположен взглядов на экономические проблемы. Да, спасибо. Значит, ну, давайте начнем вот с чего. Почему, действительно, такая низкая доходность? Потому что конкуренции нет. Конкуренции нет. Вот, если бы, действительно, у власти был приоритет человек, и его, в том числе, будущее, да, я думаю, было бы, как в Чили. А именно, людям бы разъясняли преимущество того или иного пенсионного фонда негосударственного, или какой-то там банка и так далее и тому подобное, и они бы стали бороться, эти банки, и негосударственные пенсионные фонды, и в том числе тот же ВЭП несчастный, они бы стали бороться за граждан, за то, как вот банки борются, за то, чтобы вы открывали у них депозиты, предлагают больше процент, предлагают там более, там условия более приятные, более комфортные и так далее и тому подобное. Этого же ничего нет. Государство не заинтересовано в этом. Оно заинтересовано в молчунах. Почему? Потому что молчун, это человек, который не будет тявкать, если ему будет 2% всего лишь начислять. Будет думать, что ничего не изменит. Да, будет думать, что ничего не изменит. Надо это было стимулировать, должна была быть государственная программа поддержки пенсионной системы. И эта программа, на самом деле, лишь разъяснительная. Второе, надо было поддерживать негосударственные пенсионные фонды, а не морочить голову и выкручивать там все, чтобы они разорялись и исчезали. Дальше, конечно, нужен контроль государственный за их работой, чтобы не было мошенников и пирамид типа Мавроди, чтобы людей не обманывали. Все это нужно делать, но для этого нужно иметь волю и приоритеты в голове. Если приоритет у тебя штыки и твоя власть, а также 4 яхты, то тогда это одно. Если у тебя приоритет люди, тогда, конечно, ты этим будешь заниматься. Я вас уверяю, почему в норвежской пенсионной системе, в чилийской пенсионной системе, в американской, почему у них нормальная доходность у всех, а у нас ниже инфляции, как правильно было сказано, там на 6 пунктов процентных. Почему это происходит? Я отвечаю, почему. Потому что они, и причем они специально же это сделали. Они ведь как сделали? Сидели тихо, молчали, молчанов оказалось очень много, показали им низкую доходность, говорят, вот видите, доходность низкая, надо тогда все забрать. Это же бред. Инфраструктурные проекты на Дальний Восток. Это же бред полный. Теперь по поводу новых лозунгов. Вы знаете, нам надо добиться реализации старых. Да, нам надо, например, освободить политзаключенных. Да, нам нужно заставить провести новые выборы. Да, нам нужно добиться независимости пенсионной системы, отмены цензуры. Зачем каждый раз плодить новые лозунги? Сейчас появился новый лозунг социально-экономического характера. И долбить надо, пока мы не добьемся защиты от 20 миллионов граждан и их накоплений. Пока мы не добьемся приоритета в сфере здравоохранения и образования. И не надо нам плодить новые лозунги. Мы не креативный совет, который выдумывает лозунги. Нам надо добиваться результата. Поэтому я не считаю, что нам нужны какие-то новые лозунги каждый божий митинг, каждый божий марш. Давайте еще один звонок. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Алло, добрый вечер, Юрий. Я очень признателен, что вывели меня. Добрый вечер, Борис Ефимович. А как вас зовут, простите? Меня зовут, простите, Евгений. Я из глубокого Подмосковья, из Балашехи. Я хочу вам сказать, что вы одновременно почему-то пытаетесь апеллировать к правительству и президенту с пользователями решить эти проблемы и не отходить от пенсионной реформы. И в то же время вы их поносите как только можете. Я считаю, что это контрпродуктивно. И так невозможно обращаться к ненавистным людям и просить у них что-то. И прежде всего, я хочу сказать, что наибольшим патерналистом, кто следует этому, это являетесь вы надолго вкладываясь в пенсионную систему и в какие-то там длинные деньги. Вот что я хочу сказать. Спасибо. Евгений, спасибо, что вы это сказали. Во-первых, мы у них ничего не просим. Мы требуем. Вот и все. Просят это Кудрин, извиняюсь, Дмитриев, те, которые там бегают по коридорам и что-то пытаются доказать. Мы ничего у них не просим. Уже давным-давно. Во-вторых, я не считаю, что частные пенсионные накопления это патернализм. Я считаю, что когда пенсии из бюджета выплачиваются, то это патернализм. А когда это мои деньги, я знаю, сколько накоплено, я знаю, как они управлялись, то, извините, это мои деньги. Никакого отношения к патернализму это не имеет. Поэтому я с вами, Евгений, категорически не согласен. Это Борис Немцов. Спасибо, Борис Ефимович. Реальное время. Финам. Финам.